Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, Иисусе Христе среди Божьей, благослови предстоящие занятия. Да я уклонився от правильного понимания Божественных словец Твоих ни на право, ни на лево. Дай все услышанное здесь исполнить Господи, растворив все это верою. Хвалу Тебе, Отец, Сын и Святой Душа. Аминь. Закрой дверь. Никита, подключи меня. Никита, подключи меня к проводу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, Иисусе Христе. Итак, мы на прошлом занятии закончили вторую главу деяний святых апостолов с Божьей помощью. Разобрали как... Последний вот стих напомню, что и так охотно принявшие слово его крестились и просиделось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, при ловлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе и много чудес и знамений совершил у всех апостолов в Иерусалиме. Все же живущие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хволя Бога, и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот этим заканчивается вторая глава. Напомню, что там мы во второй главе еще проходили такие места о сошествии Духа Святого на апостолов, о том, как Петр сказал им «Покайтесь, докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Как он вначале оправдывался, что его обвиняли в том, что апостолы напились сладкого вина. Вот такой краткий обзор вспомнили. Вот, ну а сейчас переходим к третьей главе. Итак, третья глава. Так, еще кто-то звонит. Сейчас я подключу одного человека. Простите. Видео надо включить или что-либо снимают там или что? Да, видео можете включить. А заедать не будет потом? Но если будет заедать, то вот Вячеслав включил, пока не заедает. Там если больше десяти будет заедать. Пока вот, слава Богу. И так, Деяния Святых Апостолов, третья глава. Екатерина Тинникова, с первого по седьмой стих читайте. Так, стоп. Плохо слышно нам здесь. Не знаю, почему тогда я буду читать. Меня хорошо слышите? Да. Вот. Что-то с микрофоном видать, Катя, у тебя. Итак, Деяния. Какая глава? Третья глава. Третья глава. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой, с первой по седьмой стихи. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни уходящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. Толкование. Эти два апостола всюду являются имеющими большое единодушие. А восходили в святилище, зачем? Уже ли они жили еще по-иудейски? Этого быть не могло. Они поступали так, приспособляясь к народу и считая это дело полезным. Смотри, как постоянно пребывали они на молитве и в девятом часу молились вместе. Как же не называет он имени Хромова? Это потому, что апостолы и не знали его имени, так как человек этот вовсе был неизвестен им. А это быть может потому, чтобы не показалось, что они делают исцеление в знак признательности, благодарности и по пристрастию. И чтобы никто даже из самых наглых людей не мог подозревать их в обмане. Подозревать будто из благодарности к апостолам некоторые из них, из их знакомых придумывали исцеление, которые будто бы совершены были над ними самими. Но как они не узнали имени Хромова после его исцеления? Это потому, что у них не было времени заниматься тем, что не принесет никакой пользы. А мне кажется, что и многие не знали имени этого человека и называли его по характеру его болезни просто Хромым. Потому что болезнь его была так замечательна и так известна, что когда кто слышал упоминание о Хромом, то несмотря на то, что быть может были и другие Хромы, тотчас воображал этого Хромова. Но откуда они знали, что он Хром от чрева матери и всеобщим молвы? По-общему, ото всех свидетельствовал, так как его все знали вследствие постоянного пребывания его при храме. Почему его не приводили для исцеления ко Христу? Быть может, некоторые из усердных посетителей храма не верили в исцеление Христова. А они не подвели его и к апостолам, несмотря на то, что видели, как они входили и, конечно, знали, какие чудеса они совершали. Иоанн всюду молчит, а Петр говорит и за него. Так поступал и Христос, исцеляя больных, часто одним словом, а часто, когда окружаем был людьми, очень немощными по вере и прикосновениям, чтобы не показалось, что совершившееся исцеление произошло само собой. Вот такой отрывок. У кого? Какие есть мысли? Вопросы? Пожалуйста. Я одна вчера общалась на своей знакомой свидетельцу Игола, и она мне указывала на то, что у нас возле храма всегда сидят какие-нибудь тоже храмы и дурят, и говорила, что теперь при апостолах этого нет. Да, хорошее замечание. Они очень часто лгут, свидетели Игола, утверждают, что этого не было. Не было. У них главная цель опорочить православную церковь. То есть в Библии этого не было. Кто ей такое сказал? Какой дух ей это навеял? Что сейчас у вас так, а раньше этого не было. И постоянно они и говорят. Да и мы об этом часто говорим, что произошло, конечно, отклонение от Святого Отеческого Пути. Многие каноны сейчас нарушаются, и все это имеет место быть. Но конкретно, что в Писании говорится, а она говорит, что нет, этого не было. Да, Михаил, слушаем тебя. Апостол Павел совершил какой-то причудок, практически тот у нас ранее, от Иисус Евгений, от Иисус Евгений. 14 глава, 8 стих. В Листре некоторый муж, не владивший ногами, сидел, будучи хром от шеи у матери своей и никогда не ходил. Он слушал, говорил, что у Павла, который взглянулся на него, увидел, что он имеет веру в получение исцеления. Сказал громким голосом, тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа. Стань на ноги, то и прямо. И он в тот час ходил и стал ходить. Это я просто что-то исцеление апостолу Павелу. Почти подобное исцеление тоже, от черепа матери был хром, да, и он точно так же. Но только это внимание, что он увидел веру, что он верит тому, что говорит Павел. А здесь о вере ничего вроде как... Он был уничтожен. А там же, наверное, его здесь был, как раз и есть. Ну да, здесь все-таки у храма человек сидел. Его приносили люди к храму, не к языческому капищу, понятно. Здесь никакой вере тогда Петр не спрашивает. Вот. Еще у кого какие? Нету ничего. Вот. Ну а меня тоже вот, когда я читал, тоже вот сектанты, часто те же свидетели Иеговы говорят, что... Храм Господень, Храм Господень, не нужен Храм Господень. Разве вы не знаете, что вы, Храм Господень, не Дух Боры живет в вас? Такое открытие они православным делают. Ну и, конечно, с намеком на то, что никакие храмы православные уже и не нужны. Что Господь все разрушил и что... Вот. А здесь мы в Деяниях считаем, что... Петр и Иоанн, апостолы Иисуса Христа ходили в храм. Вот. Ну неужели и Христос не научил, что... Вы, Храм Духа Живого, и теперь в Храм не надо ходить. По учению свидетелей Иегова. Да нет же, конечно, это все свидетели выдумки и их. Дух дышит, где хочет. Бог вездесущий. Он и в Храме, и в сердцах людей. И везде-везде. Только в сердце грешника его нет. Который своевольно, своей волей отвергает его своими грехами. Ну что? Да, Михаил. А? Говори. Я говорю, храм в том понимании, в каком он был в Израиле. Не нужен. То есть, и они поклонялись в одном месте, переносили жертвоприношения. И он в Храме тоже был для того, чтобы они все время помнили о подводе Абдима. Вау. Сейчас. Другие времена. В том понимании, как понимали Индии, он не нужен. Потому что, слава Божия, зашла уже на человека. Дух дышит. И уже сам человек носитель в 10-ти лет. Но, в общем, там дома построены для того, чтобы совершать бедустроенное путь. Мы там совершаем бедургию. Это место святое для нас. Мы там причащаемся и поведаемся и молимся. Вот разницу надо проводить. Разницу надо проводить. В детском храме и в храме, которые строят христиане. То есть, и большая разница. Но и в чем принципиальная разница? Вот так. Ярная разница. Там приманулись жертвы. Овцы. Тельцы. И так далее. Храм слонений, я еще раз повторяю, что именно в одном месте должно было это совершаться. А сейчас в другом месте поможет совершить ту самую хитургию. Даже на дне в лесу. И под открытым небом. Все храм будет. Но мы строим его, потому что где-то собрание проводим. Мысль ясна. Понятно. Спаси Христос. Какие-нибудь возражения, дополнения есть у кого нет? Тогда идем дальше. Еще я хотел спросить. Петр сказал, что серега золота нет у меня. А что имеют, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа, назоверь, а встань, приходи. И вот громой исцелился тут же. А это помазание, которое было апостолом. Почему так же сейчас до наших дней не доходит? Почему людей-то не могут исцелиться? Больные стоят в церкви. И ни один священник никак не поможет, чтобы он освободился от болезни своих. Так. Вопрос понятен. Вот. Ну. Вот я, например, от рака исцелился. Тоже серьезная болезнь. Смертная болезнь. Исцелился в храме православном. По вере в то, что святым угодникам Божьим дана благодать исцелять даже после смерти. В частности, я прочитал житие целителя Пантелеймона. Уверовал в то, что такой человек существовал. Вот. И стал его просить, чтобы он умолил Господа даровать мне исцеление. И вот. По вере вашей будет вам. Я исцелился. Ну, храмой ребенок не верил. Он же хотел, чтобы получить от них только милостей. Вера твоего милостей в исцелении. А они взяли их. Вот. То есть ты хочешь сейчас спросить, почему вот сейчас, сегодня нет таких апостолов, которые бы исцеляли храмых. Ну, до чудо исцелений полно можно привести. Ну, второй раз ты с тобой то, что было в потерявке. Вот. Вот. Тоже по молитве. Ну, по молитве Игнатий Тихонович, у меня вот второй раз тоже метастазы начались. Игнатий Тихонович помолился, и опухоли исчезли. Ну, как у нее нету-то. А вот какая-то Клавдия, это у нас, это, она умерла, и как-то потом ожила, и как ее фамилия? Устюжанина? Я не знаю, забыла, как фамилию-то. Вот. Она же это. Алексей, чудеса есть, и по молитвам святых исцеляются. Уверовавшим, будут сопровождать сие знамения. Будут там брать змеи, будут исцелять болезни. Все это есть. Если ты об этих чудесах не знаешь, то это не значит, что их нет. Ее даже в морд, по-моему, говорили, унесли. Все, а потом она ожила. Еще сколько она лет? 15 лет? Сколько она ожила? Ну, только здесь вот хромота, болезнь, конечно, что... Вот я таких случаев не знаю просто. Вот. Может быть они есть, а может быть их нету. Вот. Если мы о них не знаем, то это не значит, что их нету. А может по грехам нашим они нет? Может по грехам нашим нет или что-то. Конечно. Так, Нина хотела что-то... Подожди, Михаил. Нина что-то хотела сказать. Да, я просто хотела добавить для себя. У меня три года была практически, ну можно сказать, полная степота. На оба глаза диоптери практически... На левый глаз ни одного диоптери нет вообще полная. А на правый глаз там, ну не знаю, пациентов пять если... И то было закрыто. И врачи ничего мне не обещали. Абсолютно. И еще у меня там был один анализ, который не позволял сделать операцию. И вдруг мне Господь дает единицу восемь. А у меня всегда сорок два. А надо хотя бы девятнадцать. Чтобы пропустили на операцию. И вот вдруг у меня впервые за все мои шестьдесят три года у меня в этом анализе норма. Меня допускают до операции. Я два года вижу правым глазом болотками. Врачи говорят диоптери. У меня есть эти бумаги все. Ну это вот по вашей вере, по вашей молитве, да? По моей вере, по моей молитве. И плюс еще вот я ходила везде вот в церковь, молилась и к святым обращалась. И к кому я только ко всем. А лично за вас никто не молился, да? Я думаю, что молились за меня и священники, и вот мои знакомые. Я даже вот перед операцией буквально как бы, знаете, у меня было как видение какое-то. Как будто я вижу, кто за меня молится даже воочию. Как-то промелькнет перед глазами и пропадет. Как будто галлюцинации какие-то. Вот. Даже вот батюшка, которого я исповедуюсь, батюшку Владимир, вдруг промелькнуло как-то у меня перед глазами зрительно, что он за меня молится. И молились мои знакомые, молились. И все молились, кто меня знает. Вот так, чтобы крещенник подошел не было, да? Чтобы не положили вот помолиться вот лично, вот как Петр подошел вот. Нет, я просто, я преклонялась, вот привозили святые мощи. Я сейчас даже не запомнила кого. Вот. И я вот приезжала, меня привозили, прикладывалась, молилась на коленях горячо, просила Господа. Я постоянно просила Господа, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Я верила, я все время, у меня даже записи есть такие, где фломастером, огромными буквами, на ощупь записывала. Верю. Я верю. Вот. И слава Богу. По вере Вашей добудет Вам, что только это добавить можно. Да, вот правый глаз ему теперь будет. Ага. Ага. Вот. Ну, тут еще Юля прислала. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазна, для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божьей, силы Божьей премудрости. Вот. То есть, нам вовсе и не надо искать чудес. То есть, это они, иудеи, требовали, покажи нам чудо. А я без всяких чудес верю во Христа. Вот. То есть, чудеса, они были даны для людей неверующих. И вот знамение говорения языками, это знамение для неверующих, которые люди, у них вера была слабая. Вот. И им дано вот это говорение на языках. Они увидели, что да, действительно, и вера их после этого укрепилась. Вот. То есть, человек, который ищет чудес, говорит о том, что вера его слабая. А докажите мне. А пусть вот гром сейчас среди ясного неба грянет, и все. Я был один раз свидетелем у Иеговы на собрании. И вот он там выступает и говорит, ну вот, вы понимаете, что Бог с нами. Вот если бы Бог был против, сейчас бы вот раз бы потолок обрушился, это бы вот, было бы знак того, что Бог против нас. Ну, раз он не против нас, видите, потолок целый, значит, Бог с нами. То есть, видите, как он тонко обольщает людей, доказывает, что Бог с нами, потому что потолок не рухнул. Ну, здорово, вообще-то. Чудеса просто какие-то рассказывают. Конечно, как бы все уши порастопырли, да, да, Бог с нами, потолок не рушится. О-о-о. Это здесь истинная вера. Самое, что не наесть, раз потолок не рухнул. Вот. Поэтому, елины, вот они ищут мудрости. Вот. А нам надо проповедовать Христа распятого. Он умер и воскрес. Ты в это веришь? Все говорят, верят. А ты веришь, что ты воскреснешь? У людей сразу раз, такое вот. Задумчивый взгляд на лице. То есть, во Христа он верит, что был такой Господь, что да, Он воскрес. А то, что ты воскреснешь, веришь? Ну и сразу раздумают. Потому что, если скажут, верю, придется за грехи-то отвечать. А если скажут, не верю, ну а как же Христос-то воскрес, и они начинают задумываться над своим ответом. Очень часто я такой вопрос задавал. Вот. Это есть место Писания, что, как там у апостола Павла сказано. Если, говорит, мы в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Да. Обычно в этой жизни надеются на Христа, это вот, да, исцеление от тех же болезней. Чтобы только в этой жизни там. Чтобы семейное счастье было, оно тоже временное. Ну там, чтобы достаток был. Дети были здоровы. Конечно, все это хочется, но и люди молятся Христу в этой жизни. Но если только в этой жизни они надеются, забывая о жизни вечной. Конечно, они несчастны. Они несчастны в своем неверии в то, что все это кончится и не нужно за эту жизнешку держаться. Кто потеряет душу ради Евангелия, тот сбережет ее. Кто сбережет ее, тот потеряет. Вот как так вот? Может быть мне непонятно, а вот смысл такой, что не держись за эту временную жизнь. Помышляйте о горнем, а не о земном. Тогда все, ищите прежде Царствие Божие, и все это приложится вам. А что это, да, пропитание, одежда там, блин, крыша над головой. Все, больше ничего не надо для жизни человека. Еще что-то у кого-то есть? Давай Вячеслав, да, тебе уступаю. Да, я хотел добавить, Алексей по-моему так спросил, почему вот этот вот хромой не исцелился, хотя веры во Христа у него не было. Так? Нет, вопрос был не такой, Алексей, повтори вопрос. Вячеслав, повтори. Ну я правильно сказал, Алексей, по-моему я так услышал, что почему он не исцелился-то? Хотя вера во Христа у него не исцелился, то есть почему? Хотя нет. У хромого не было, у веры была, просто у них была вера, они с верой помолились, он исцелился. А сейчас вот не молятся люди, за людей-бойте, вот так, чтобы как Петр пил, и просто помолился. Боятся и что, что не исцелится, и что не подходит. Мне так кажется. Чудеса они есть, но вот люди думают, что где-то там, но не здесь, не сейчас. С миром, братья и сестры. С миром принимаем. Ну, у апостолов уже было до этого случая, когда они не могли исцелить бесноватого, потому что веры не было ни у отца его, за что Христос ее упрекнул. Доколис Будды с вами род неверный, помните? Да, помню. А здесь-то, если дальше мы читаем, тут, когда апостол Павел Петр начал обращаться к иудеям, он так говорит. И ради веры во имя Его Христа, имя Его укрепилось Его Хромого, которого вы видите и знаете. То есть, я так понял, что это ради веры во Христа было соделано. То есть, он и без веры исцелился, но ради того, чтобы уверовал. И уверовали иудеи, которые были вокруг. Да, я согласен. И здесь нам и толкователь говорит, что они в храм пришли. И вопрос-то задается, неужели они по-иудейски? Нет, для пользы иудеев. Для пользы иудеев, чтобы они видели исцеление именем Христа, чудо, уверовали. Потому что написано, что иудеи требуют чудес. Но требуют, но получите, будьте верующими. Фома требовал. Да, доколе, говорит, не вложу перста в руки, в ребра, не поверю. Господь же не упрекнул его за это. Он бы сказал, да верь, какие тебе доказательства? Неужели ты так, без этого, чудеса какие-то там или еще что-то? Нет. Христос говорит, да вот, бери влага и будь верующим, но не будь верующим. Так же и здесь они пришли, совершили такое чудо над неверующим хромым. Для того, чтобы неверующие в Деву веровали, потому что они исцелились его правильно, как Вячеслав заметил. Именем Господа Иисуса Христа. Еще кто-то что-то хотел? Михаил, ты что-то хотел добавить? Да, Вячеслав сказал, что можно дальше читать, и там будет понятно, Почему, таким образом, и для чего я делал? Такая тволька у Петра Петра была отказана. Ну что тогда? Читай тогда тебе 8-й и 10-й стих. Тебе и стло. Мне, да? Да. Искочив стал у нас исходил в храм, и вошел в храм, и хваля Бога. И весь народ видел его храдящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у храма, для милостыни, и исполнились ужасы и изновления от случившегося с ним. И как исцеленый храмой? Нет, все, все достаточно. Достаточно, Михаил. Все. До 10-го стиха. Сейчас толкование прочитаю, а потом с 11-го продолжим. Ходя и скача, то есть испытывая себя и как можно более удостоверяясь, действительно ли стал здоров. То есть он сам не верил, что исцелился. Он скачет и думает, да не может быть, сидел бы он. Так как исцеление было необычайно и сверх ожидания, то естественно было и самому ему сомневаться относительно себя же самого. А иные говорят, что он и не умел ходить, поэтому и передвигал ногами, как бы прискакивая. Ну да, вот как дети начинают ходить, они вот так вот, может быть и такое толкование, почему нет. По своему же расположению и по своей восторженной любви к апостолам Петру Иоанну, а может быть и по чувству благодарности к ним, или из желания доставить им больше удовольствия, он не отлучался от них. Что же касается того, что чудо это совершилось в храме, так это для большей пользы и спасительности. Ну а для чей пользы? Ну понятно, для пользы тех, кто был в храме. Если бы это в уединенном месте, пользы бы никому, кроме исцеленного бы и не было. А какая польза? Они увидели, что именем Иисуса Христа исцеляется человек, который столько лет был хромой. И сегодня вера во Христа укрепляется. Не часто такое бывает. Не часто. Бог через апостола Петра показал, что Христос это и есть тот мессия, которого они распяли и убили. Что еще раз повтори, плохо слышно? Я говорю, что перед апостола Петра Бог показывает, что для иудеев, что Христос и есть тот самый мессия, которого они распяли и убили, которого отверстили. По именем Его исцеляются хромой, они это видят. Да. Они поражены этим. И после этого апостол Петр кламенную проповедь приводит. О покаянии. То есть это стало повод большему принятию Христа и его деления. Именно Христа. Бог это они делили, а вот Христа они принимали. Да, и вот мне хочется подчеркнуть, здесь написано и исполнились ужаса написано. А чё ужаса тут-то? Мы исцелили, радоваться нам, да? Тут и ужаса, и изумления. А ужас, а чё? Ужас это что-то страшное и ужасное. А может быть ужас... Вот опять мое такое мнение, что действительно они же понимали, что того, кого призывали распять, то есть именем того теперь исцеляется хромой. Того и ужас. Ужас от содеянного, наверное, поступка ихнего. Как же так? Мы же кричали распни распни, а тут именем его такие чудеса делаются. Это страх Божий. От ужаса, что Бог действует непосредственно через апостол Тетрад. То есть целяет через Тетрад, Химел Христов. То есть Бог здесь. Они почувствовали... Ну как это? Я по-человечески говорю. Почувствовали, что присутствие Божий. Это... Поэтому страх Божий такой. Как Петр говорил, выйди от меня, Господи. Выйди, Господи. Когда он это... Лови рыбу-то, помнишь? Да, да. Ибо я грешный человек. Понимаешь? Это не просто ужас чего-то такого. Это именно страх Божий. Присутствие Божия чувствуется здесь. Что сила Божия проявилась через Петра на этом храму. Ну что, продолжаем. Одиннадцатый, шестнадцатый стихи. Вячеслав, читайте с одиннадцатого по шестнадцатый. И как исцеленный храмой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу, «Мужи израильские, что удивитесь ему? Или что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит?» Бог Авраама и Исаака и Иакова, «Бог отцов наших прославил Сына Своего и Иисуса, которого вы предали, и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы все свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите, и знайте, и вера, которая от него даровала ему исцеление и сие пред всеми вами». Да, вот это вот пламенная проповедь, о которой говорил Михаил. Как раз доказательства твоих слов предыдущих. Потому что испугались из-за чего. Да, да. Прочтем толкование, сейчас я прочту, довольно-таки пространно. Вот, наберитесь терпения и внимания. «Он боялся отставать от них, исцеленный, так как думал, что до тех пор будет свободен от своего недуга, пока будет держаться и касаться их». Что ему в голову взгляло такое? Не верилось ему. Ну да, не верилось, конечно. Конечно. «В особенности же думал он так потому, что и Петр исцелил его, взяв за руку и воздвигнув его». То есть, раз Петр за руку взял, поэтому нужно все время, чтобы он его за руку держал. Пока за руку держит, буду ходить как только отпустит. Ну, как ребенок. Вот его за руку ведешь, он идет, отпустишь. Он брык, готов, упал. А в притворе случилось это потому, что один только этот притвор оставался от здания Соломонова, так как Новохудоносор разрушил храм Соломонов и возобновил его Кир Персидский. «Эта речь к народу исполнена большего дерзновения, чем прежняя. Не потому, чтобы прежний он боялся говорить смело, но потому, что тогда иудеи, как люди лукавившие и дерзкие, не могли еще вынести такого тона. Смотри, как он уклоняется говорить от слави самих апостолов, потому что ничто так не полезно для слушателей, как то, чтобы говорящий не только не говорил бы ничего о своем величии, но запрещал бы и всякому другому говорить об этом». Итак, презрев славу, какой могли достигнуть у людей апостолы, еще более прославили себя, показав людям, что то, что случилось, было делом не человеческим, но божеским. Делает же это более из желания подействовать на них, и последнее достигалось тем более, чем более он обнаруживал их виновность. Два обвинения на иудеев. Одно состоит в том, что Пилат, родом Елен, человек, не видевший ни одного знамения и не знавший ни одного из пророков, хотел отпустить Иисуса. А другое в том, что вы, по происхождению иудеи, народ, воспитанный среди знамений и посвященный в пророчество о Христе, вы не хотели отпустить его, тогда как хотел этого Пилат. Сказав же, что вместо Христа иудеев и спросили разбойника, Петр объяснил дело вполне, потому что этим доказывается, что они имели возможность отпустить его, Христа. Если уж они отпустили разбойника, то тем более могли отпустить мужа неповинного. А они освободили злодея и убили благодетеля, так как убили начальника жизни. Если же Он, Христос, начальник жизни, то как имеющий жизнь в себе собой и как виновник жизни, Он воскресил Себя Сам. Боля не прибегает уже к пророчеству, но так как ему уже доверяли, то приводит в свидетели лик апостолов. Еще прежде чем он уверовал, имя Христово, быв призвано, уже утвердило его. Такую великую имеет оно силу и столько источает благодатных даров. Иоанна 17.3 Сия же есть жизнь вечная, да знает тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. «Чтобы не сказал кто-нибудь, если таким образом одно призвание имени его укрепило Хромого, то исцеление не менее скоро последует, хотя бы и неверный призвал имя его, и хотя бы призвал это имя для исцеления человека, также неверующего». Итак, чтобы не сказал кто-нибудь этого, Петр прибавил. «Хотя велико и страшно имя это, и хотя оно источает исцеление, но для этого нужно, чтобы души исцеляемых были достойны такой милости, и чтобы молитвенники, предстательствующие за них, были способны умилостивить дарователя исцелений». «Потому что если испрашивающий исцеления намерен оставаться неверным, то исцеление ни в каком случае не последует так легко. И имя это никак не сделает своего дела, если призывается неверными. Сыны Скевы не только другим не принесли пользы, но и себе повредили». «Пожалуйста, у кого какие мысли?» «Нет пока ни у кого никаких мыслей». «Вопрос». «Так, Вячеслав подожди, ты чуть-чуть опоздал. Тут у нас Никита». «Но ведь у нас в православии тоже сейчас на чудеса какой упор делся. Чудотворные иконы в каждом храме чуть ли есть, чудотворные мощи». «Сюда я». «Ну, а Крым стоит, они сколько не приводят, надо смотреть на плоды. Это вера». «Рядом садись сюда». «Это чудеса. Откуда чудеса происходят? Если чудеса имеют плоды веры, они чудеса от Бога. Один раз Игнатий Тихонов сейчас засчитывают там какой-то момент, повели исследование. Эти чудотворные иконы и все прочее. И пришли к выводу, небесы над нами насмехаются. Это все мир эти счеты литрами. Что вовсе это не от Бога. Потому что нема живых дел веры. Обращение жизни по Евангелии. А во сектантах они понимают все буквально. Они прочитали буквально, написано, что возложили руки и исцелили. И у них тоже самые чудеса, только другого порядка. Пускай солнце садится. Пускай солнце. Так что дела. Смотри, какие плоды этих дел. Эти чудеса. В камеру его видно было. Такое мое мнение вот. По плодам да узнаю от вас. Так, Вячеслав. Все, Никита уже сказал то, что нужно. А, все. Ну да, что тут еще? На что можно обратить внимание? Вот о Скеве кто помнит? Я тут читал, готовился. Что-то вылетело из головы, простите меня. Никто не помнит так на скидку, что это за... Это в деянии тоже, но уже позже... Девы, они тоже там пытались изгонять бесов. А, да, бесы на них попали, да. Они говорят, апостолов знаем, а вы кто такие? Это были сыновья священников, по-моему. Сейчас я... Ноги и бежали. Да, и ноги и бежали. Сейчас мы это место откроем. Это деяние, 19 глава. Вот, сейчас мы прочтем. Бог же творил немало чудес руками Павла. Это 19 глава, с 11 стиха. Деяния святых апостолов. Так, что на больных возлагали платки и опоясание с тела его. И у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал им в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги избитые, выбежали из того дома. Я вот когда это читал, здесь вот написано, что некоторые из китающихся иудейских заклинателей и дальше, это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Так что это сыны первосвященника Скевы были заклинателями, что ли, выходит? Или тут это через точку? Или это отдельно? Да, то есть и заклинатели делали, и те… Да, да, Володь. Я так думаю, что они все-таки были сыны, как написано перед священником, но в дальнейшем, видимо, веры не имели, вот начали заниматься вот этим язычеством, заклинателем стали. Ну, как бывает обычно, даже у священников дети неверующими растут. Дети неверующие, да. Так же, как у Иоиля, да? Да, Иоиля. Сыновья тоже там. У священников, да. Да. Вот. Ну, то есть, что это нам говорит, что человек, который без веры призывает имя Господа, для исцеления ничего у него не получится. Мало того, что получится обратно, ему еще и хуже будет. Вот эти бабки, шептухи, они все, там свечки, у всех все иконы, все они исцеляют. Меня тоже мама в моем грешном делом водила по этим бабкам. Да, исцеляют. Временное исцеление приходит для того, чтобы уверовали в бабку, в ее вот мощь, и ходили к этой бабке и приносили ей деньги. Вот, продолжать. Так, на место. Так еще продолжают. Черт, кстати. И да еще ушел. Скворюшку, беззаконно. Простите, моя тут пастла моя мохнатая разбуяника. Вот, и вот, Куракин-то, Алексей, тут тоже вопрос-то у него первый был, почему сегодня люди не могут исцелить больных. Да потому что, во-первых, может быть в неверии в таком находятся сами служители алтаря. И многие, не все, говорю, есть. Вот, а толкователь нам говорит, что если нет веры, то и ничего не будет, никаких исцелений не будет. Христос говорит, по вере вашей да будет вам, по вере. Есть такой случай, одна женщина прочитала вот это местописание, по вере вашей да будет вам, что вот и горы будете переставлять и все. Ну а у нее там помидоры были высадены, и они были, это, в тени. И она думает, сейчас вот помолюсь вечером, чтобы гора эта вот за ночь перешла, чтобы солнце-то помидоры-то красное, чтобы подострелиться созрели. Помолилась, с верой все так, все, утром выходит, гора как стояла, так и стоит. Я так и знала, что никуда она не денется. Ну а знала, ну зачем ты молилась-то тогда? То есть охота, конечно, чтобы помидоры красные были, но нет веры. У меня нет веры, допустим, я вижу хромого человека, но у меня нет веры, что я сейчас возьму его за руку и он встанет. Я могу такие слова произвести, именем Господа Иисуса Христа исцеляю тебя там от хромоты, от глухоты, от слепоты. Сейчас бы Троисию Николаевну взял бы. Во именем Иисуса Христа дай тебе. Ну нет у меня веры, что, ну нету, ну грешный я человек, ну нету. Такой вот веры, как вот была и все. Да она может и сама не верит, что я ее смогу так вот исцелить. Да я какой, а я же не... По грехам моим. По грехам она смирилась с этим. Она не смирилась. Ее вера вот дала ей один глаз прозреть. Вот. Моя вера меня как бы исцелила. Других исцелять тоже у меня получалось. Син у меня забезновался, тоже три дня пост объявил без воды, без еды. Тоже бес вышел. Слава Богу, именем Иисуса Христа я молился. Все он, врачи все это подтвердили. Тоже такой... Я верил, что я только постом и молитвой без сгоняюсь. Никакая это не шизофрения, это беснование. Все. Я в это уверил, помолился. Все. Все. Сейчас ребенок восстановился в институте. Все. А то ему пожизненный прием вот этих психотропных прописали. Все. Помоги Его Господь. Все драчком признали пожизненно. Помоги Его Господь. По моей вере вот я вот такой вот. Ну, не, не, не апостол, не пророк, не грешный, многогрешный, супергрешный. Вот. А в это вера была у меня. Господи, пошли нам такую веру, чтобы мы могли и сами исцеляться, и других исцелять. У меня когда я от рака исцелился, и у меня такое стихотворение вышло, что Господи, благодарю Тебя, что Ты меня исцелил, и теперь я могу других исцелять. И Виктор Андреевич услышал, ну ты прям дерзновенно так это. То есть у него, у врача веры такой не было, что он других может исцелять. А у меня была уже тогда такая вера, что я могу и другим помогать. Исцеляться от болезней, от страстей, от каких-то, от грехов. И я молился об этом, одарил убеждения, и были такие моменты, что после моей проповеди человек прям выбрасывал сигареты или там, ну, такие вот, или бросал курить. Вот у меня брат двоюродные увещевания. Но опять же не моего увещевания, а от увещевания, которое Игнатий Тихонович в книге собрал к истинному православию, от обык и курения. То есть вот это вот он прочел, уверовал и бросил курить. Так же и без веры угодить Богу невозможно. Аминь. Вот на это нужно сделать акцент. И этот исцеленный даже не поверил, что он исцелился. А о чем говорить? Просить у Бога веры, вот, веры. Как ученики приступили к Господу, сказали, Господи, умножь нас веру. Да, Господи, помоги моему неверию. Мы часто, я вот замечаю, вот, ах вот, человек вот в это не верит, да он там, как же он может себя православным называть? А сам-то ты во все веришь, что? Я вот воскресенье дрова рубил, я думаю, а что это не работа, я же не на себя работаю. Нет, меня брат упрыгнул, а то греху воскресенье заповедь. То ли я грешный, то ли он фарисей. Вот поди сейчас разбери сразу, так и не разберешься. Скорее всего, я грешный, мог я их и в понедельник порубить, и во вторник. Нет меня вот воскресенье распирало. Сделать доброе дело на показ. Грешный, Азмезния, Окаянин, нарушил. Назад у Винбуржник. Так, на каком мы остановились? Большое толкование. 17-18 стихи. Нина, вы можете читать? Могу. Ну-ка. Можно? И слепые видят. Да, докажу вам. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как иносятники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как провожили. Ставим всех на нас, пророков, пострадали. Слышно? Ничего. Не слышно? Слышно? Пропустили, говорим. Пропустили. Пропустили, говорим. И от которого отреклись прийти к жерсову Пилата, когда он полагал не в хво. Но вы от святого и праведого отреклись, и просили даровать вам человека убийцу, а начальника жизни убили. Михаил, мы это читали, мы до 16 стиха прочитали и сделали толкование. Сейчас мы читаем 17-18 стихи. Так я правильно начала читать? Ну вот, тогда я сейчас читаю с 18. Нет, 17 и 18 еще раз, мы толкование прочтем на него. Давайте еще раз. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, Которого неба, которого неба. На 17-18 стих только было, уже в 19-19 стихе. Да, все, на 18-м закончим. Итак, толкование на 17-18 стихи. Так как сильно укорил Иудеев, то снова смягчает речь свою, чтобы дам им возможность одуматься. И в оправдание их соизволил выставить два обстоятельства. Одно, их незнание. Другое, то, что все сказанное им было возвещено прежде. Но как же Петр не приводит об его и Иисуса распятие свидетельства из Писания? Прямого же свидетельства не приводит потому, что вместе с объявлением иудеев обвинений и наказания высказаны им и все свидетельства. Пророк Исаия 53-9. «Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Пророк Исаия, ветхозаветный пророк, уже говорит о Христе. И все так и случилось позже. Продолжаем толкование. «А в утешении их говорится, что они сделали это по неведению. Одного только Петр не говорил им именно. Неразумные. Это были пустые слова. Потому что если так должно было быть, и если все пророки свидетельствуют об этом, то очевидно, что распятие случилось не по бессилию Христову, а скорее по неизреченному могуществу и при многой власти, и по бесконечному человеколюбию». Вот, ну у кого что, мысли есть? Я когда читаю вот эти вот стихи, то есть он как бы утешает их. Да, они распяли Христа. Да, они сделали великое зло. Но сделали это в неведении. И он их утешает. Вот. Неведение – это, конечно, не оправдание того, что человек не может служить оправданием к злодейству. Вот. Мы все, как когда-то, были не членами церкви. И делали грехи по неведению. И церковь, как любящая мать, она снисходит к немощи людской. И вот идет навстречу людям, входящим в церковь. Что, как бы, вот вы делали эти грехи по неведению. И браки, заключенные до крещения, допустим, уже после крещения церковь их не считает. То есть священник, который до крещения, ему нельзя, священнику, второбрачный, не может рукополагаться в священнике. Но если бы он был женат до крещения, церковь его благословляет на брак. Вот я читал сегодня. То есть тот брак до крещения недействителен, гражданский брак. Он был в неведении. И церковь, как бы, снисходит к этому. А так бы, конечно, его бы 20 лет по тем законам за прелюбодеяние, он бы был вне Христа. Если бы он сделал этот грех, грех прелюбодеяния, женился на другой или изменил жене, будучи членом церкви. А тут его священники рукополагают. Сегодня читал. И вот, с одной стороны, укоряет тут же их Петр, и тут же их утешает. Так же и святые отцы укоряют нас в грехах, чтобы мы помнили, что мы грешные, и мы нуждаемся в прощении Божьем. И в то же время утешает, чтобы у нас не было отчаяния. Что мы не можем понести вот такую вот 20-летнюю эпитемию, раньше было. Потом, видя, что грешник кается, там были куп настоящие, плачущие. Потом, были такие кающие, сейчас этого нет, к сожалению, которые в определенный момент должны были ложиться на пол. Плакали отдельно стоящие. Какие грехи. Смертные были грехи. Ну, в том числе и грехи прелюбодеяния, грехи вот развода. И когда человек оставляет жену и берет другую жену, будучи христианином. Эпитемия до 7 лет за это. Грех прелюбодеяния. Но после эпитемии 7-летней, он может уже с новой женой причащаться и уже брак полноценный. А до этого 7 лет брак неполноценный, просто как гражданский. Они не имеют права причащаться 7 лет. Сейчас эту эпитемию, ну, по, опять же, снисхождение экономии сократили до 2-х или до 3-х лет. Два года, если второй брак человек заключает, потому что, ну, первый брак может быть разрушен. Ну, жизнь продолжается, да. И многие мы вещи делали в неведении. И здесь вот как раз об этом и говорится. В неведении. Но это не значит, что мы не должны нести за это церковное наказание. Да, в неведении брак сделан. Да, ты захотел второй раз жениться. 7 лет без причастия. Вот такой вот параллельный, что мне вспомнилось. То есть, как и вы, так и начальники ваши, то есть он начальников еще упоминает, сделали это по неведению. И тут же называют их братьями. Братьями, которые распяли Христа. Вот тут можно вот это себе как-то вот. Да какой он брат? Это сын дьявола. Он христопродавец, христораспинатель. Нет, братья. А почему братья? Потому что он видит, что они ужаснулись. То, что они натворили, распяли Христа. Руками злодеев не сами убивали, но они кричали, распнили. Они участвовали в этом грехе. А раз они ужаснулись, видя исцеление, и чудеса. Значит, они уже, увы, начало покаяния. Уже ужас, уже страх Божий. И видя это начало покаяния, он их называет братьями. То есть, ты можешь покаяться, не отчаивайся. Жизнь продолжается, она не останавливается на месте. Бог сделался человеком, принял образ раба. Неужели церковь не может не зайти к слабости и немощи человека, который кается в своих прошлых грехах, сделанных по неведению? По неведению. Да, Раис Николай, он вздыхает. Вот накуролесили мы с тобой, да? Вот так. Вот. Ну, у кого какие мысли? У кого? Они были обрезаны, потому что Иудеи-то. Вот мы обрезаны. Обрезаны. А я не буду пойду. С вами братья-то Викитрия? Нет, ну как, подожди, братья по плоти, он был в храме. Что там, только они родственники его собрались, что ли, Михаил? Да нет же, конечно. Где, Павел? Братья, ну, в храме они были. Еще не умировали, не стали христианами. А по плоти-то они между собой брать, все равно. Да по плоти все мы, конечно, братья. Что теперь? Не все. Потому что это и еврейские, и израиль. Израиль, и на 10 кольем. А кем он? Может, назвал братья, как бы они, между собой братья были? Ааа. Эти люди, и он вместе с ними братья. Нет, я все-таки думаю, что, я до этого просто обращалась внимание на это, что, когда он называет братьями, то это вот по... Ну, чтобы утешить. А когда укоряет, он не называет их братьями. Он просто к ними обращается. Мужи израильские. То есть, знаешь, когда человек называет там братом другого, ну, это вот, ну, это не только все-таки плотское родство, я считаю, но и духовное родство. То есть, когда человек, ты видишь, что он способен так же, как и ты, покаяться, да, конечно же, он брат. Он верит в силу прощения Христа, в силу прощения в крови Господа. Он брат. Это сестра. Она верит, что то, что ее или его грехи прощены, а мы-то в таинстве крещений. В силе нет, чтобы мы просто это не ходим. Там же стояли разные люди. И все уберутся, не уберутся. Ну, понятно. Ладно, мы опять с тобой говорим об одних и тех же вещах на разных языках. Почему? На разных. Ну, потому что, я говорю, братья по духу, ты говоришь, братья по плоти. Ну, нету, не покаялись. Ну, я говорю, начало покаяния, ты говоришь, еще не покаялись. Начало-то уже есть. Раз они ужаснулись. Он говорит, покайтесь, обратитесь. А что обратит? Покайтесь. А что говорит человеку, покайтесь, если видно, что он кается, не собирается. Ну, видно. А тут они, вон, увидели, что они ужаснулись. Ну, видно, что у человека ужас в глазах или бесстыдство. Понятно тут. Написано, не мечите бисер перед свиньями. То есть, ну, а как узнать, свинья это или брат перед тобой стоит? Надо ему все тайны богословия высказывать или не надо? Дабы он, не обратившись и не растерзал вас, написано. Брат он или не брат? Написано, свинья это уверовавший, то есть брат он член церкви, но ведет жизнь нечистую. Поэтому, когда ему начинаешь говорить богословские такие вопросы, он разорочный начинает тебя в ответ оскорблять, унижать, я не знаю. И поэтому, вот, Писание нам говорит, не мечите бисер перед свиньями. И толкование такое, свинья это верующие, братья, но живут временно жизнь нечистую. И ты, когда начинаешь их, бисер перед ними метать, то есть, как, ну, толкованием, вот я считаю, это бисер такие, золотые слова такие, они в ответ огрызаются. А я думаю, что которые вот неверующие не хотят слушать, а они как свиньи. Нет, там, там толкование такое, что свиньи, а там еще псы, еще вот, псы это вне, вне псы, вне, чем вне, те неверующие. Я помню это толкование, я сам удивился, как так свиньи и вдруг они верны. Ну, ладно, не будем на этом. У меня вопрос такой есть. Давай, Вечелав. А вот если иудеи, пришедшие ко Христу, ну, скажем, там, апостолы, называли бы братом других иудеев, как бы обособляя еврейский народ от всех остальных, это что получается, что они иудействовали бы тогда? Ну, я думаю, да. Петр известно своим вот этим. Вот тогда Михаил прав, он назвал его, а нет, как так получается тогда? Да. Как же он назвал их братьями? Апостол Павел называл их, а умировавших, иудеев, ибать. Апостол Павел все время их примерял. Те язычники считали, что они тоже достойны, превозносились над иудеями, и аудеи тоже считали, и он постоянно вот эти вот, их, как говорится, разводил. Читаем в посланиях к кремлянам. Поэтому тут, я считаю, что здесь вот, и толкованием перед этим говорится, что когда человека называешь братом или сестрой, то есть ты к нему расположен, ты его утешаешь. Одно дело, когда ты начинаешь обличать, и прямо, как бы, ну, дело доходит до осуждения. А когда ты говоришь ему братом или сестра, ну, не отчаивайся, ну, согрешил ты, ну, бывает, ну, все. Да, распяливаю, но вы сделали это по неведению. Братья, я вот акцент именно вот на этом делаю, что ли. Вот смотрите, где палец. То есть он их за это не отвергает. И церковь, написано, приходите ко мне все, и приходящего ко мне не изгоню вон. Вот в этом смысле, братья, я так думаю. Ну, ты так думаешь, что, посмотри, апостол Павел говорит, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, разлыть мне по плоти. То есть тут можно принять, что он братьями назвал их, они еще не уверовались, по, как бы, снисходят, ну, ну, и одновременно, что он это, и они по плоти ему брать. Да, Володя, сейчас. Можно вам объяснить, братья? Да. Я пытался эту мысль донести, все иудеи обрезаны на восьмой день. То есть они все братья, кто не обрезан, тот не входит в общество Господне. Согласно написанному, это, у пророка Моисея. То есть почему он их назвал именно так, братья. Видите, их покаяние в то же время, они все обрезаны, иудеи-то все обрезаны. Значит, он не иудей никакой. Ну, а апостол Павел был иудеем, иудеем был, он был из другого поляна. Ну, а празелиты, которые там были, они были обрезаны или нет? Скажи. Я же говорю про обрезание, брат. Я говорю празелиты, которые из иеменов, они были обрезаны? Которые умировали. А кто их видал-то? Были они или нет? Это я не знаю. Много было же элитов. А где-то, кто за метом начали, в Чили, выходили все равно, принимали иудеи, например. Вот эти иудеи, 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 иудеи. Ну, вот, опять же, когда вот, например, меня сектант называют братом, вот, с которым вот я не могу по подоху никак согласиться, меня внутри коробит. Я вот тоже братом в ответ никогда их не называю. Я знаю, что они вне церкви, они не братья. Вот. Иногда, конечно, у меня вылетает, и я как бы в свое оправдание говорю, да, он брат мне по Адаму. Вот мы, как бы, есть литургия верных, есть литургия, как бы, которые отлученные за грех или оглашенные. То есть они братья или не братья. У нас сейчас вот царские врата, это те, которые перед алтарем. А раньше царские врата были, это которые вот за них выходили оглашенные. То есть они вне врат, они вне церкви, они отлученные за грех, они оглашенные, они еще вне церкви, они еще не крещенные, они еще неверные. братья они или не братья члены они церкви или не члены они не крещённые или будучи крещённые, которые сами себя отлучили, например женились второй раз или вышли замуж там третий раз при любодеянии, при любодеянии они сами вышли на 7 лет добровольно и стоят пройдёт 7 лет и 5 лет опять станут членами церкви братья они в этот момент или не братья написано, что они христиане но они не полноценные христиане то есть они готовятся стать христианами но пока ещё не причащаются тайн Христов но Екатерина спор, брат не брат сват не сват все мы братья по Адаму а по Христу мы должны быть членами церкви, должны быть крещены должны причащаться тела и крови не должны быть отключенными за крик тогда мы братья да, молодец, брат давай, брат Михаил давай дальше читай потом опять в диспуты написано, как споров уклоняйся, не нужно но они, может быть, и не такие уж и не нужны действительно нужно знать, кто брат, а кто лже-братья ещё есть, кстати такой термин и лже-апостолы и кто будет исполнять волю отца моего небесного, тот мне Христос говорит, мне брат и сестра, и матерь если мы все молимся, отче наш, признаём Господом Бога своего конечно мы друг другу, если у нас один отец а если мы разным богам молимся, какие мы братья? у нас разные отцы и Христос говорит, ваш отец дьявол а что мы теперь братья, что ли? у тебя отец дьявол, а у меня Христос или наоборот исполнять волю отца моего вот брат да, Володя вот я сегодня, у нас был как раз утром случай мы там пришли к одной сестре, Ольге Воровой вещи переносить и стоят мужчины, человек, не знаю сколько, человек, наверное, 8 их там вот я и решил им подать наши визитки, о нашем сайте подошёл, одному даю, он говорит, я неверующий сразу отошёл от меня там другим, они сразу тоже начали отрекаться все неверующие оказались я даже удивился, надо же а один потом всё-таки сказал, говорит что вроде я православный, и когда мне надо будет, я в храм схожу я ему начал про исполнение заповедей Божьих он такой мне говорит, не надо никаких заповедей но верив в то же время в суд Божий то есть он сказал, буду в аду, значит в аду то есть для него исполнение заповедей не нужный так вот, по вдохновению в храм сходил, помолился о чём он помолился, тоже ещё надо знать, как говорится может он вообще о Плотской что-то молится, не о духовном сам потом закурил конечно, вот согласно Матфея 12.50, то что Алексей прислал стих писания, то есть вот он может назваться братом а я его не могу братом тут уже назвать, хотя он себя называет православным лже-брат такой а меня вообще винил нас с братом, что мы сектанты чего говорит, сектанты что-ли то есть сразу же записал нас сектанты да, и там ещё тот, кто называет себя братом, а остаётся блудником с таким даже не есть вместе, такое читали вот и всё, то есть он называется православным, сам блудит ну какой он, ну и не ешь ты с ним вместе, и братом его не называй, пока не плакается да кто их там разберёт, они идут в храм-то там ну это больная тема, её можно обсуждать бесконечно да, что у нас в нашей церкви сейчас творится это говорит только о том, что наверное вот-вот-вот уже скоро придёт Христос и всё это прекратится без закона я православный, я православный но Писание говорит, что воссядет антихрист, выдавая себя на Боге, выдавая себя за Бога но всё к этому идёт Хрис Николаев да, 19-й, 21-й стих и так покайтесь и обратитесь чтобы загладились грехи ваши да придут времена от рады от лица Господа и да пошлёт Он предназначенного вам Иисуса Христа которого небо должно было принять до времён совершение всего что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века толкование многие из вас обращаются и спасаются так как очевидно Он говорит это к обратившимся уже из них и уверовавшим как же так по незнанию сделали они это какое незнание в том, чтобы испросить на свободу разбойника и не принять в своё общество того которого присудил Пилат отпустить а напротив убить его вот такой вопрос но Он говорил так отворяя для них двери обращения поэтому Он не говорит покайтесь в том, что дерзнули вы в одни распятия но да очиститесь от прочих грехов ваших но тот же показывает что они имеют подвергнуться многим скорбям потому что такая речь может быть обращена только к тому кому предстоят слезы и кто ожидает какого-либо утешения посмотри как постепенно приближается к цели в первой беседе указал на воскресение Иисуса и сидение Его на небесах а здесь указывает уже на Его славное пришествие которое называет временем обновления потому что какие еще могли быть другие времена обновления или воскресения и апостол Павел ставит вопрос об этих временах 2 Коринфянам 5.4 ибо мы находясь в этой хижине воздыхаем под бременем потому что не хотим совлечься но облечься чтобы смертное поглощено было жизнью если же кто временами обновления вздумает называть времена следовавшие после завоевания Иерусалима то не встретит никакого препятствия потому что и времена озлобления и пленения иудеев Бог сократил ради избранных то есть для того чтобы уверовавшие обрели обновления обновления и освободились от этого сильного угнетения показывает причину почему Он не приходит теперь говорит что последует прийти всему к концу тогда и Он придет итак смысл этого текста тот что многие из предсказанного пророками многое из предсказанного пророками еще не исполнилось но исполняется и имеет исполнится до скончания мира потому что вознесшийся на небеса Христос прибудет там до скончания мира и придет силою тогда когда исполнится наконец все что предсказали пророки то есть когда настанет конец и прекратится все чувственное когда Христос будет превыше небес пожалуйста мысли как все сложно ну сложно ну вот почему Христос сейчас не является потому что пророчество и покуда вот не исполнится все пророчества он не неявится раз пророчество сказано они должны исполниться а какие пророчества будут глады, моры слухи военные землетрясения все это мы имеем сейчас да имеем и что в людях охладеет вера и что Христос говорит найду ли веру на земле и видим что верующих которые бы мы могли назвать братьями вот прям вот единомысленно для вот прям такое вот очень-очень мало потому что многие идут широким путем широким путем каноны соблюдать не надо поститься не надо то не надо то не надо это было сказано коринфянам это эфесянам мы вообще русские тут ни при чем нам только воздерживаться от блуда до удавления не есть все и мы уже в царстве божьем так написано а зачем нам не уби не укради это вообще моисей сказал так если рассуждать от библии одни корочки останутся да и корочки можно тоже в растопку вот ну вот такие вот у меня мысли в кавкак да можно я Володя Пащенко скажу Ахильвоз же видя все что сделал Бог Израиль искренне уверовал в Бога обрезал крайнюю путь и проседнился к домам Израильев даже до сих пор А он был из сынов ОМОНово в котором нельзя входить общество израильское так что был видишь инцидент тогда и отрезанный из других сынов совсем имеющий право мальчики в обществе а вошел так что здесь ну это я так в слову поводил да и че я молчу брат не связывайся да я не связываюсь бесполезно сказал сказал дальше идет не ведись на провокацию 22 26 стихи или может быть перерывчик сделай минут 5 не устали а у нас вот было когда вот мы в политехническом занимались мы час занимаемся потом у нас 10 минут перерыв а потом еще час но уже полтора часа прошло уже полтора часа я говорю не устали если не устали продолжим если хотите 5 минут перерыв я пойду снисходя к немощи вашей а давай брат ну какие все прям а вон еще кто-то не считал там брат еще возле тебя я не устал какой брат возле меня вон там вот картинка вот этот тот к ней к ней натали это его да по-моему его нету а ну то он писал что ну ладно нету нету брат я просто спросил а да он здесь слышит вот ты можешь прочитать нам 22 26 стихи есть у тебя деяния да 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 так подождите нет это плохо слышно нам даже плохо слышно давайте уж тогда я извини дорогой связь что-то барахли моисей сказал отцам господь бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророков как меня слушайтесь его во всем что он не будет говорить вам и будет что всякая душа которая не послушает пророка того истребится из народа и все пророки от Самуила и после него сколько их не говорили так же предвозвестили дни сии вы сыны пророков и завета который завещал Бог Отцам вашим говоря Аврааму и в имени твоем благословятся все племена земные Бог воскресив Сына Своего Иисуса к вам первым послал его благословить вас отвращая каждого от злых дел ваших вот продолжается проповедь апостола Петра и толкование на это место пророком назван по человечеству Эммануил посредник как свое время Моисей Бога и человеков уподобляя его в переносном смысле Моисею я позволяю себе назвать его даже Моисеем истину позволяю себе сопоставить с тенью Христос рождается в Ифлиеме Моисей родился в Египте Моисей израилетянин Христос по плоти тоже Моисей из рода священческого Христос через деву из рода Давидова при Моисее Фаарон при Христе Ирод Фаарон убивает детей Ирод истребляет младенцев тот избивает детей мужеского избивает детей мужеского пола и этот истребляет мужеский же пол Моисей спасается при посредстве матери, матерью же и вместе с нею спасен и Христос. Будучи бессмертной, душа человеческая несовершенно истребляется, но не спадает из какого-либо благого состояния, какое прежде было поставлено. Так и Иуда исключен из лика апостолов. Мы разумеем лишение ее тех благ, какие она имела бы вкусить, если бы жила благоугодно. Послал Бог и к другим народам, но к вам распявшим и убившим его послал прежде. Когда же? Только со креста? Нет. И после того, и после воскресения. Благословить вас и спасти, если вы и сами действительно пожелаете отвратиться от злоб ваших. Ну, кого мысли такие? Ну, что, Никита, скажи что-нибудь. Не решай. Ни у кого никаких мыслей нету, да? Или сложно написано, или сложно истолковано, или что? Не сразу поймешь. Ну, вот параллель такая вот толкование, толкование, то есть... Все понятно, ничего комментировать просто даже. Все понятно. Ну и... Фараон, Ирод, Моисей, да. Избиение младенцев. Да, там где Дева, через Мать, здесь через Деву Марию. Там у избиения младенцев. То есть, Моисей сказал отцам. Моисей сказал отцам, то есть, придет Христос, его слушайте. И все пророки от Самуила тоже предотвещали Несии. То есть, все это было пророчество, пророчество было о Христе. А как же, спрашивается, что по неведению его иудеи распяли-то? Что ж они не читали Ветхий Завет? Почему же он их утешает? Впрочем, братья, вы сделали это по неведению. Все в храм ходили, все у них там синагоги были. Пришел к своим, и свои не приняли. Не узнали его. Почему? Потому что... Не того Христа проповедовали. Потому что не того Христа проповедовали им, да. Что придет такой вот Мессия, освободит их от рабства, от египетского рабства. А тут... А тут в духовном смысле Христос избавляет от рабства греху. То есть, все мы когда-то служили дьяволу, исполняли его похоти. То есть, мы не могли ему сказать, Нет, я не твой раб, я раб Христов. Михаил поднял голову в руку. Да, Михаил. А вот апостол Павел объясняет. Второй посланник Ориентина, 3 глава, 14 стих. Но у мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце них. Но когда обращаются к Господу, когда это покрывало снимается? Начало, начало – это уверование, вера. Не верят в Христа, кто Христовый Мессия. На них лежит это покрывало, они не могут понять. Не принимают ничего. Ну да. Умы их ослеплены. Даже до сегодняшнего дня. Да, к сожалению, да. Даже до сегодняшнего дня. Но как только они принимают Христа, вот как это, в Кузии, в Белиссии, там, отец, как... Ну, вот, знаете, Тихонов, что это еврейство там... Наум? Наум, наум, да. Он же евреев, уверовал в Христа. Служит крещенникам. Все покрывало, снято. Он это... Он читает новые Верси-Гаветы, понимает, о чем речь идет. А послушайте современных иудеев, которые не уверовали в Христа. Это они Чубопава-городицы. Потому что у них нет уверования, и Бог им не открывает. Верси-Гаветы, когда она открыта всем. Ну, они, наверное, и Евангелие не читают даже ее, и не признают его, да? Кто хочет принять, или что-то понимает. Еще одно, это... Всякая неправда будет грех. Ой, не код. Ну, что, пойдем дальше. Вот. Да будут все осуждены... Да будут осуждены все неверующие рейсты, но возлюбившие неправду. Возлюбили неправду. Да. Возлюбили Христа, что он это имеет веса. Они сразу стали сказать, что... говорить этим стражникам, что вы не говорили о том, что он воскрес. Это уже все ложь. То есть они похулили Духа Святого. Так выходит. А сейчас вот эти слова апостола Петра ему открывают дверь. Это проявление для веры. И вот кто уверовал там, тот и войдет к стартинку. Вот эта проповедь, кто открывает его слово. Через него, говорит, кубки, золь. Он открывает им специально для уверования. Вот он и говорит, покайтесь. Я брать любви, что заглобнуйся. То есть человек пока не покаяться в своих грехах. Пока не убирает. Пока он не убирает место и покаяния нет. Сначала вера, потом покаяние. Без веры это как покаяться? Если он не верует, то он их греха-то не знает. Сначала надо убирать. Веруй, войдинь во Господа Бога, Вседержитель Творца Неба и Земли. Да, вот я вчера с мамой с папой, которая сгваривала, и стали говорить, как раз покаяния стали. И мама сидит на папу, говорит, ему уже 60 лет обоим. И она говорит, хотя она бы недавно сама в Франк ходила, вот воды святой набрала. И она говорит, что какой папа грешный, зачем он покаяния? Он у нас не грешный, если чего-то из-за. Он не считает себя грешным. Ну, что он не верует, мама не верит. Какие у него грехи-то, если только у кого-то не верит. А можно? Да, да, да. А вот если евангелист Иоанн говорит в своем послании, что говорит, если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Истины нет в нас. Все. Ну, мы уже на эту тему разговаривали. Разговаривал, да? Мы об этом поговорим не стали. Сам факт того, что мама вот так и проситает, а папа считает, ну что. Ну, говорит, если только там бабушка там наша, все так вот, а не знаю, или... Да, Алексей, что ты хотел сказать? Грех-то у нас по плоти, а мы ведь не плоть спасаем, а душу. Поэтому, если мы говорим, что мы безгрешные, мы уже... плоти-то крестные, она вышла и в землю уйдет. Ну, так у некоторых и душа же считается, она с душой... Нет, мы-то, Алексей, мы-то с плотью воскреснем. Плоть тоже, Христос-то... мы же плоти и крови прочищаемся. Плоть уже другая будет. Плоть будет другая, но она будет. Она оскорнена сейчас, да, в первородный грех, что и Адам согрешил, и Ева, и все, теперь мы имеем тела тленные. Вот. Да, это все верно. Самое большое теха это непослушание Господу. Если мы непослушаемся, мы хватит и греши. Правильно, да. Сам Христос сказал, опять повторю, Матфея 12,50, «Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего, тот мне сестра, и брат, и матерь». Да. Когда я пришла в общение, в разговоре с критиковым, и он мне четко сказал, как это можно на чувствах верить, но не знание от слов только может быть вера. Но если ребенок, безоплощенный, где-то, я не знаю, как, ну, с детства, без слова, веришь, что повесишь, что кто-то есть. Родители никуда не говорили, они были коммунистами. Вот. И от слова. Вот как человека могут верить? Она ведь, наверное, только вымолить можно, чтобы мои родители веровали. Потому что слово они уже слышали, они им не верят. Читать я читала, они тоже не верят. Сдайте только молиться. Это моя вера может поверить им, дать им возможность поверить. Откуда она, вера дается? Вот мы просто сидим, нам Господь дал вот эту веру. Как раз ты упомянула о каменном сердце, притчу надо вспомнить сразу. Куда семя падает? Вот куда она семя упадет, оттуда и вера появится. Или ее вообще нету? То есть, притят птицы, то есть эти бесы, которые похищают это слово. Там, смотря, может в тернии упало, что ему в этой заботе, эти житейские, этого мира поглотили все. А может первое вообще, на каменисую почву. То есть, человек вообще не готов к сердцу. Он Господа-то не искал. Ты ему говоришь, а он, у него нет веры в это просто. Он не молился, он не искал Господа. Если я искал с 17 лет, что из истины, как говорится, вглядывался в лица людей, ходил, хотя не знал, что я Бога ищу, но знал, что ищу что-то такое, кто-то мне должен что-то сказать очень важное. Согласно Римлянам 10.17, вера о слышании, о слышании от Слова Божия. То есть, я услышал, поверил, и Господь меня привел в церковь свою. Валерий Кузьмин, видишь, валерий Кузьмин, я тоже верила, а слышать не слышала. И они говорят, начинаешь верить, потом бежишь, вот как меня получили. Ты тоже от свидетелей был, и ушел. Видишь, слышание там, но слышание, да, и поэтому вот из-за этих вот, вот они, люди, уже когда истину говоришь, они действительно ждать, когда, может быть, действительно на землю поводят, ждать теперь, сказано, когда прорастут. Что это истина, а не просто тайна. Такое залетно слово от какой-то секты. Сейчас, сейчас, только ложь принимают по истину. Да. А потом истину путают и говорят, что это ложь. Видишь, как, уже травмировано, вот вы движись, искалечено, когда человек верует. Я помню, какую панику я испытывала. Я буквально месяц из компьютера не вылазила, искала ответы. Если не свидетели и будут, так где она? Где она? Истина. А я ведь понимала, что это не свидетели и Бога, потому что они не дают ответа. Я безвылазно истина искала. Это очень страшно, когда человек верует и потом понимает, что это не истина. Просто, знаете, все рушится. Просто рушится. Мало того, что жизнь уже порушена, когда даже вера, которая тебя маленько снижала, она разрушается. Это вообще очень тяжело. Кажется, сойдешь с ним. Глент, можешь вспомнить, на какие вопросы ты не нашла ответа у свидетелей и Его, а нашла в православии? Как в одном человеке может уживаться два человека? Когда он имеет одно лицо и немножко погодя и имеет совсем другое. Если человек добрый, то он должен быть добрый. А как вот эта вторая половина вылазит, откуда она может быть? Когда меняются глаза, когда меняются выражения лица, движения происходят такие, что даже не подумаешь, что это человек, который может так себя вести. Почему это происходит? Свидетели Бога не объясняют, что есть ангелы, бесы есть, вообще этого нету у них. Объяснений этих нету? Да. А ты же понимаешь, что в человеке что-то происходит, почему ты иной раз делаешь то, о чем потом же имеешь? Когда ты понимаешь, что в нормальном состоянии ты этого никогда не сделаешь. Вот эти какие-то ангелы, и свидетели и Бога не отвечают. Почему человек был только что, все у него было вроде все. Тут что-то такое происходит, и он совершенно теряет состояние почвы над под ногами. Вообще все теряет. Не можешь даже удержно послушать, чтобы понять, откуда это, что-то же происходит. А когда видишь это в других людях, когда ты видишь с людьми, общаешься, очень много людей прошло вот сейчас они будут как бы так в той прошлой жизни мелькают. Вроде хороший человек, все замечательно, вот куда-то выходит вторая личность, все меняется. А этих людей даже мало знакомых, все это меняется и показывается на глазах. Это видишь, что происходит с человеком. Я вот смотрю, вспоминаю, говорю, что это такое с ним? Или с ней? Вот что с ней такое? И только что разговаривала, все было нормально. По доброте, я всегда говорила, по доброте, сердце, доброе-доброе сердце, он должен на любую реакцию быть добрым происходить. Вот. Почему иногда там так поступаешь, а потом вот так ловко писаешь, и думаешь, почему это произошло? Почему ты это сказал? Когда ты бы не сказал это, если бы тебя не спровоцировали. Как с этим бороться? Откуда силы брать, чтобы с этим бороться? Потому что ты знаешь, что ты бы не сказал это. Не, они отвечают с этим его. Нету. А здесь ответили. Здесь я все понимаю, сейчас все ясно. С этим можно бороться. Очень просто. По бокам, по бокам. Все очень держится замечательно. Главное обращаться. Все ясно стало, все приятно, все спокойно. Что за детей? Не замечательно, я скажу, что это работа большая, но ты знаешь, откуда брать силы. Я ответила на вопрос. Спаси Христос. И как душа радуется, когда человек от лжи находит истину. Душа радуется. И за Лену радостно, и за Алексея радостно, что он в православии нашел истину, перестал ходить в пятидесятникам поделился это радостью со мной. Я вот совсем... стараюсь в православной почему-то. Когда приходишь сектантом, начинаю с тобой знакомиться, общаться, домой приглашать на какие-то домашние общения, группы. А здесь в православии как-то сам по себе человек уже с тобой не общается, не разговаривает. Пришли, помолили сегодня, как все вместе и разошлись. И никакого нету ни общения, никакого знакомства нету. вот почему так, не знаю, понять не могу. Сейчас Володя тебе ответит. Вся причина в том, что как вот у нас, например, это у нас есть в нашей общине. Почему? Потому что мы рождены от Слова Божия. И это нас объединяет. Кто объединяет? Христос через свое слово. А раз у них православных это не принято, значит нету никакого единения. Потому что мы же должны быть одни мысли иметь. Единодушие. Единодушие, да. И тогда мы друг друга приглашали какие-то встречи, вот как Барат организовал именно беседу по скайпу проводить занятия. Что, заканчивается уже, да, пять минут осталось? Два часа же? Говори, говори, никто не гонит. Нет, просто я хотел стихотворение прочитать интересное. Сихотворение читаем. Вячеслав недавно упоминал, не то, что недавно, где-то в середине этих занятий случай был, когда Господь сошел после того, как Он показал преображение Своё перед тремя апостолами, учениками своими. И вот Он в них сходит, и там беснуется бесноватый отрок. И вот на это стихотворение. Когда Христос явился вновь народу, в волнении предстал Ему один, и молвил Он, беснуется мой сын, бросался Он не раз в огонь и в воду. Спаси Его, Христос, и исцели. К ученикам Твоим Его вели, но те спасти Его не в силах были, не дух Его остался в прежней силе. И поднял Он печальный взор, где грусть светилась и укор, и молвил, рот ожесточенный, да коль терпеть я буду вас. И повелел при весь тот час к себе Он отрока больного и произнес одно лишь слово изыди без и вышел тот, росло и крепло Божье слово. Ольга Чумина Спаси Христос прям в тему все как вот на этом хочется и закончить и хочется и продолжить до полуночи как в Писании говорится еще бы сидел бы и слушал в принципе немощных сестер нету которым домой надо братья немощные братья немощные им строгий дядя Игнатий скажет чтобы да мы на послушание так что нам приходится чтобы в 9 дома были приказал домой нет мы обычно же час проводим а я даже не знал что у вас тут 2 часа да мы по 3 бывает по 3 с половиной было даже 3 с половиной даже было давайте как-то придем к одному времени мне вот тоже неудобно давайте у меня предложение такое кому надо идти давайте сейчас помолимся и кому надо идти все те отключатся а кому хочется еще пообщаться те останутся я думаю не будут против возражать никто я против я хочу со семьей быть чтобы место там какое-то не пройти давайте 2 часа сделаем и будем в это время а мы после 2 часов места не будем проходить такое такое вот тебя устроит мы просто будем общаться ну не по писанию а что нам не о чем поговорить пока я не забыла хочу вопрос задать так подождите стоп стоп 2 часа сейчас прошло вот давайте вот у меня такое предложение 2 часа мы занимаемся по евангелию а потом вопросы после 2 часов желающие остаются и задают вопросы кто кто против единогласно все сейчас молимся расходимся к те кому надо расходиться может никому не надо может сидеть будут Юли Юли надо Юли надо братьям надо братьям надо вот если вы все разойдетесь ну я тихо сам с феофилактом болгарским посижу вы меня обидите вот а если вопросы не по Библии после 2 часов давайте сейчас молимся все кто хотят ехать домой отдыхать пусть едут кто хотят пообщаться на свободные темы те остаются еще часа на 3 на 4 если кто хочет нину послушать ну давайте послушаем да будет то есть мы потом можем послушать заново да ну вот это вопрос и будет ну сейчас Игнатий Тихонович все внесет это что у нас было и все да да ты станешь звездой ютуба как всегда кто до кого вы меня это самое господи прости меня грешник достойно есть достойно есть таково истину ложите тебя богородицу преснаблаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления бога слово росшую сущую богородицу тебя величай господи благодарим тебя за это братское общение за то что вновь и вновь собираешь нас здесь всех вместе ибо ты сказал что общение жертва общения благоугодна тебе господи если же ходим во свете подобно как он во свете имеем общение друг с другом и тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха господи через наше общение через хождение в слове твоем очисти нас от наших страстей от наших немощей от наших грехов именем Иисуса Христа молим тебя господи хвала тебе отец сын и святой дух аминь аминь распусти нас с миром аминь аминь сейчас я братьев провожу вот и никто это не откройте